Минувшие выходные. В Тобольске прошел фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». Древнюю столицу Сибири посетило множество именитых музыкантов. Кто приехал насладиться классической музыкой в качестве зрителей, расскажет Ольга Куричко. Это всего пятый фестиваль в Кремле, а у людей уже традиция. Поехать в Тобольск послушать музыку. Мы были в Петерранче, и понравился эта филармония. И, конечно, Шайковский без мира не знает. Половина билетов продана в Тобольске, половина в Тюмени. Через интернет приобретали их жители Омска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска. Главная цель, конечно, приобщение людей к музыкальной классике. И то, что вы видите сейчас, толпы людей, тысячи людей приходят слушать классическую музыку. Я думаю, что это, ну не знаю, это большое достижение. 180 музыкантов из Санкт-Петербурга прибыли на фестиваль «Лето» в Тобольском Кремле. Академический симфонический оркестр, камерный хор Смольного собора, солисты Мариинского театра. Фестиваль посвящен 400-летию Дома Романовых. В Московском Кремле Михаила Федоровича Короновали в Тобольском Кремле принимали последнего российского императора. Концерт в Тобольском Кремле, посвященный юбилею династии Романовых, объединил здесь более двух тысяч зрителей. Люди настолько наслаждаются музыкой Чайковского, что практически не замечают дождя. Дождь принимался несколько раз и, казалось, он помогает солистам раскрыть картину русской жизни. Партию Татьяны из оперы Евгения Онегина исполняла уроженка Тюмени Ирина Матаева. Теперь ее сопрано востребована в мире. Бывают свои контракты, выезжаю в разные страны, иногда на постановки. Ну, допустим, с тем же Евгением Онегиным много было постановок разных и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Токио. Торжественно звучала овертюра 1812 года. В свое выступление оркестр под управлением Александра Дмитриева заканчивал салютом. Он заряжает, возвращает нас, наверное, ко всему прекрасному, что у нас было на Руси, заставляет задуматься и любить музыку. Благодаря и этому фестивалю Тобольск становится культурным центром Сибири. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинфорумбюро.